Поздравим новых студентов с вступлением в творческую семью КФУ. Как в университете прошел гала-концерт «День первокурсника». Как студенты Казанского федерального университета помогают университетской клинике борьбе с ковидом. Как мы видим, оно легко вошло, плотно село, не шатается и из своего гнезда не уваливается. И просто так, допустим, его не вытащить. Студенты и молодые специалисты Казанского федерального университета участвуют в фестивале Huawei Cup 2021. Надеемся, что сегодняшний день будет суперполезным для каждого из вас. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Тагмина Мадатова. В Казанском федеральном университете прошло собрание трудового коллектива. Мероприятие прошло в онлайн формате. Основным вопросом повестки стало избрание ученого совета. По итогам конференции в обновленный состав войдет 97 человек. Соразное предложение и решение по всем обсуждаемым вопросам, кроме избрания членов ученого совета, производится открытым способом, при норме для принятия решений, простой большинство. В концертном зале Уник состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля «День первокурсника» Казанского федерального университета 2021 года. О том, кто победил и стал обладателем гран-при, узнаете в нашем следующем сюжете. Ректора по социальной и воспитательной работе Арифа Межведилова и директоров институтов проявили себя и участники концерта. Более 200 талантливых первокурсников вышли на сцену концертного зала «Уникс», чтобы доказать превосходство своих институтов. Время очень быстро пролетит, вы даже не заметите, но те эмоции, те воспоминания, которые вы сейчас получаете, и та дружба, которая зарождается у вас, она, чтобы осталась с вами навсегда. Участие приняли все 16 институтов и один факультет Казанского федерального университета. В этом году было представлено порядка 70 вокальных и 20 театральных номеров. Выбор всегда за тобой, что мешает остановиться и прожить то, что чувствуешь. Спокойно идти собственным путем и перестать гнаться за чьими-то успехами. 70 хореографических постановок и творческих композиций в направлении оригинального жанра. Творческие объединения Казанского федерального университета не раз доказывали, что они лучшие как в республике, так и в России. Вы смогли преодолеть трудности, вы смогли сделать все для того, чтобы продемонстрировать свое творчество, свои устремления творить хорошее, красивое, полезное. Наконец, стали известны результаты упорной работы. Обладателем гран-при в малой группе стал Елабужский институт. И не зря. Многие члены жюри отметили, что в этом году ребята действительно показали высокий уровень мастерства. В средней группе гран-при забрал Институт психологии и образования. А в большой его получили представители Института управления экономики и финансов, а также Институт филологии и межкультурной коммуникации. Пять лет подряд Казанский федеральный университет входил в платиновую тройку вузов на городском межвузовском фестивале «День первокурсника». И теперь студенты КФУ с нетерпением ждут городской этап фестиваля, чтобы в шестой раз вырвать победу из рук конкурентов. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел традиционное рабочее совещание с руководящим составом вуза в онлайн-формате. Во время встречи обсудили концепцию создания НОЦ – интеллектуальная собственность и цифровая экономика. В музее истории состоялось вручение дипломов докторам наук и кандидатам. Участие в торжественной церемонии приняли ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В своем приветственном слове Ильшат Гафуров отметил высокую роль кандидатов наук и докторов для университета. Сегодня можно считать, что все этапы ожидания прошли. И уже смотрите, и только устройство, и если работать в университете, заместитель этого кандидатов, то сказать, что сегодняшний день все права на университета Дмитрий Таюрского университета не на вас полно будет распространяться. Студенты Инженерного института Казанского федерального университета оказывают поддержку университетской клинике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в следующем сюжете. Реанимационные палаты ковид-госпиталя университетской клиники редко пустуют. Интенсивная эксплуатация медицинского оборудования быстро изнашивает технику. Одной из деталей, подвергающейся серьезным нагрузкам, стал штуцер. Патрубок для соединения трубки и мониторы наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента. Разработка имеет коммерческий потенциал. Новые штуцеры прочнее существующих аналогов и позволяют заменять лишь часть вышедшего из строя оборудования. По словам Рамиля Кашапова, себестоимость такой детали небольшая, а разработали ее здесь, в лаборатории Инженерного института. За помощью обратились в студенческий научный кружок. Магистранты Ильфат Тимирбаев и Ильнас Шамиев предложили изготавливать деталь из нейлона с помощью 3D-печати. Так она получается цельной и устойчивой к нагрузкам. Пациенты у нас не сидят на месте. То есть при резких движениях они могут сломать вот этот штуцер. То есть получается, как он ходит? Он должен быть зафиксирован неподвижно. Но из-за резких движений происходят такие вот переломы, грубо говоря, надломы. И один из этих ножек-штуцера может сломаться. Как мы видим, оно легко вошло, плотно село, не шатается и из своего гнезда не вываливается. И просто так, допустим, его не вытащить. Таких мониторов в России очень много. Этот монитор производится в России. И мы хотим выйти на эту компанию производителя, предложить уже наши услуги, чтобы наши детали были уже сертифицированы. И уже по всей России мы бы уже применяли, рассылали эти детальки. Вообще планируем, что наши студенты, которые участвуют в кружковом движении, которые делают свои разработки, они будут со временем создавать стартапы свои и уже уходить, допустим, в тот же самый технопарк, который создан при КФУ. В дальнейшем члены кружка «Адитивные технологии создания биоразлагаемых имплантов» планируют создать автоматизированные устройства электроспиннинга и одноразовые эндоскопические устройства. Арианна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Доме татарской книги состоялась презентация книги преподавателя КФУ. Кандидат филологических наук Айрат Бигбулата представил монографию казанской журналистики с момента возникновения казанской прессы и до 1918 года. С созданием в скором времени можно будет ознакомиться в научной библиотеке имени Лобачевского КФУ и в Доме татарской книги. В спортивном блоке у них с Казанского федерального университета прошел фестиваль Huawei Cup 2021. О том, как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. Надеемся, что сегодняшний день будет суперполезным для каждого из вас. На базе Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета прошел седьмой региональный фестиваль Huawei Cup 2021. Мероприятие проходило в научно-образовательном центре игр имени Анатолия Карпова в спортивном блоке УНИКС Казанского федерального университета. У нас данный партнер по разным направлениям, по образовательным, и по R&D разработкам, и по поставке оборудования. И то, что вы здесь, я думаю, что это тоже знаково, потому что того, что присутствует на этом мероприятии, вы уже объявите, независимо от того, чем закончится для вас эта викторина. На повестке дня были выступления экспертов Huawei в России по актуальным направлениям информационно-коммуникационных технологий. Также была проведена онлайн-викторина, где участники смогли получить знаковые призы. А те, кто показал наилучшие результаты, были приглашены сразу во второй этап соревнований Huawei Cup 2021. Помимо этого, на фестивале участникам удалось лично пообщаться и познакомиться с представителями Huawei. Хочется напомнить и подчеркнуть, что данный фестиваль был организован в рамках евразийских соревнований Huawei Cup 2021. Казахстан федеральный университет уже давно сотрудничает с компанией Huawei. Мы всегда стараемся совместно развивать технологии, двигаться вместе. Надеюсь, все пришли сегодня с хорошим настроением, потому что сегодня вы получите много новых знаний, у вас будут интересные мероприятия, конкурсы. Всем сегодня удачи! Амир Ахтямов, Фарид Захид Аглы, Универньюз. На этом все. В студии была Тагмина Мадатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!